приветствую вас мои дорогие с вами жанна фетисова вот такой у нас сегодня будет разнообразный влог я отвечу на ваши вопросы и заодно покажу вам да обязательно покажу вам вариант макияжа собственно на мне он сейчас это тени от бренда люкс визаж тот самый зеленый оттенок надеюсь хорошо его видно в камере и знаете что я вам могу сказать они конечно же пятнят немного ежели вы не дождетесь пока они застынут поэтому наносите слой определенные да они красиво очень выглядят сразу же довольно таки плотные нанесли и ждите несколько секунд не моргайте потом если вы видите что вам не хватает плотности цвета или где-то нанеслось и не идеально ровно тогда уже наносите второй слой в чем минус вот они пятнят в чем плюс что можно нанести второй слой все перекрывается без проблем и я бы советовала вам все таки в начале смотрю вниз чтобы вы посмотрели как это выглядит в начале наносить именно кремовые тени выстроить форму которую вам хочется и потом подождать когда она застынет и начать уже подтушевывать сухими тенями оставляйте пожалуйста яркие тень плотный без вот этого перехода в цвет кожи то есть когда застыли они у вас берите бежевые тени и мягкой кисточку стушевываете вот здесь эту границу слегка переходя вниз и продолжая оттенок иначе макияж будет выглядеть неестественно и ваши глаза превратятся в синяки фонари и какие-то отдельные личности живущие на вашем лице думаю вам это совершенно не нужно а если вы стушевываете да еще и добавляете как мне рекомендовали я делаю немного румян туда же слегка да то тогда у вас получается более мягкий переход при условии даже что видите все равно вот эта граница она довольно таки четкой ну потому что они застывают но если совсем близко то видно это границы если видите я немного отхожу от вас отдаляясь от камеры то все гораздо более мягко выглядит мне нравятся тени от люкс визаж я вам показывала уже какими я пользуюсь я специально остаюсь поближе чтобы вы могли рассмотреть сейчас отъеду немного это вот такие metal hype из той же самой линейки liquid metal hype в номере у меня 02 есть давайте еще разочек цвет вам покажу если вдруг кто-то думает покупать или не покупать мне кажется стоит покупать смотрите вот такие они между бежевым и розовым ну естественно гораздо более перламутровые чем вот эти оливковые которые сейчас на мне а я естественно положил уже сверху топперы то есть такие блестящие оттенки то есть если бы у меня не было ничего был бы очень темный макияж для меня это слишком темный вариант но если я добавляю что-то еще вот сюда чуть золотинки сюда чуть серебринки то получается более такой нежный вариант конечно же это вечерний естественно и из серии мэтт тоже люкс визаж у меня есть tint вот этот liquid matte tint в номере 105 он уже как раз имеет такой оттенок которым можно выстраивать форму это если вы потом делаете не слишком яркий макияж то его можно наносить в качестве вот такой начальной формы растушевывать видите он прекрасно тушуются опять же такой мягкой кистью пожалуйста тушуете чтобы не наставить в итоге пятен потому что конечно же это бюджетно конечно же да шикарная пигментация спасибо им за это но естественно что вот при таком бюджете невозможно сделать тени которые вообще не будут никаких не то что пятен ставить они будут дырок то есть не будут пить не если на что нужно вот этим блестящими тенями liquid metal пользоваться при желании сделать плотный макияж в два слоя но просто придется так сделать но в целом если наносить аккуратненько и не моргать то и одного слоя будет достаточно просто я то сразу же и счастливец успела себе запихнуть в глаз ресницу но и сразу же начала моргать плакать и так далее в общем вот этот вариант я вам точно совершенно могу советовать и я не против бюджетной косметики ежели она качественная но покупать все подряд ради съемки видео я конечно же не буду и это не мой стиль я выискиваю что-то действительно шикарное действительно хорошее с отличными отзывами и потом уже приобретаю на губах у меня нейтрального цвета помада потому что уже так довольно таки яркий макияж это оттенок петал 135 дольчен габбана я когда-то много-много вот таких заказываю все что осталось по моему 233 оттенка и мне этого достаточно вполне потому что они долго играющие и кстати на губах они надолго остаются хотя они кремовые странно причем у них как будто бы разная ну да наверное из-за разницы в пигменте разная степень сухости то есть какие-то мне подсушивают губы какие-то нет вот это хороший цвет вот именно питал натуральный такой между розовым и бежевым больше наверное все-таки в розовый и это хорошо что он не рыжий зубы не будут желтой все возвращаясь на нормальное расстояние и хочу ответить на ваши вопросы некоторое время назад я размещала статью в своем сообществе по поводу моего мнения о людях которые как мне кажется занимать не свое место ничуть этого не стесняются или скажем так поднялись на волне тик токов различных социальных сетей ничего интересного с точки зрения искусства они себя не представляют точно не останутся вечности как впрочем и мы с вами наверное но по крайней мере мы с вами занимаемся каждый своим делом да и не говорим что мы например оперные певцы как панасенко вот или что мы великие звезды эстрады каждый на своем месте которым я надеюсь доволен и благодарен за которое но сейчас ситуация такова что есть некоторые артисты которые очень возмущены ну бездарными в общем-то по сути детьми подростками которые выскочили на сцену и пытаются делают концерты так знаете без стеснения мимо нот но совсем не попадая в ноты тяжело это конечно же слушать наверное подросткам в принципе все равно что они слышат попадает не попадает в ноты им же все-таки важно я имею ввиду их аудиторию им важно сердечное такое вот знаете исполнение то есть они солидарны с данным человеком но это как песни у забора под забором и как там называется нет в подъезде не под забором нет простите в подъезде на лестнице берешь гитару играешь и никого не волнует и попадаешь или не попадаешь в ноты ты поешь и наболевшим но тут все бы было хорошо и ежели бы не аудитории которые они собирали и не деньги которые они заколачивали на этом пенье мимо нот и вот на этой аудитории конечно можно переждать молча ну наверное и не лезть в это дело потому что всегда были такие люди которые не интересно с точки зрения не личности не творчество но они там и занимают лидирующие места и у них есть поклонники и как бы вы ни возмущались не удивлялись всегда такие будут но тут случилась такая странная ситуация как съемка отдельной передачи столкновение мнений народной артистки в данном случае долина лариса и девочки которые хоть под мимо нот девочки из тег тока которая ну даже музыкального образа ничего не в общем кроме денег которые она там заработала на странах видео понять возмущение народной артистки данный можно я бы и сама присоединилась бы к данному крику души если бы это был крик души а не снобизм который это все превратилось а жаль начиналось хорошо опять же это мое мнение если вы имеете иное выскажите сия с уважением также его приму как надеюсь вы примите моё я думаю что каким-то образом показывать свое величие свое превосходство в данном случае было настолько же не нужно как и но нехорошие может быть быть сравнение но она отражает тем не менее реальность королева бы соперничала со своей служанкой и вот бы она ей доказывала свое величие да все поняли что ты королев все знают это у тебя титул и ты признанная и голос шикарный и образование потрясающий педагог все понятно никто не спорит но девочка в случае выглядела даже более ну как сказать более интересным собеседником потому что она не была снобом ей все было до фонаря знаете как моя бабушка говорила ей все хрен по деревне серьезно девочка поэт мимо нот ей об этом говорят а ей хрена по деревне она говорит то бывает нормально долина и предлагает спеть какую-то что-то там я не помню какую распевку девочка поет вообще в разные стороны то есть ни одной ноты не попадает и начинается вот это кривляние как вы можете вы не поете правильного не поете чисто да конечно она не будет петь чисто не королева она и нет у нее образование и ну зачем это все и я смотрю это я чувствую что я стесняюсь я стесняюсь не за девочку который априори и будет так петь потому что она и не планирует быть профессионалом потому что ей нужно просто заработать деньги и самоутвердиться мне становится щекотно за ну неудобно за народного артиста который пытается доказать что-то кому-то кто его не слушает не слышит и не будет слышать это она не знает это она не знает это смешное интервью евлеевой собчак когда никого она не знает когда ей задают вопросы примитивные это говорит а мне это не мешает в жизни что я ничего не знаю зато я бабки зарабатываю собчак говорит да и хорошо и правильно это действительно не мешает как все друг другу поддержали все деньги заработали конечно я против таких людей которые ничего не знаю конечно мне не нравится как педагогу что люди не читают книги не занимаются профильным предметом в котором пытаются что-то такое сказать театром или вокалом и я уж не знаю режиссурой буду ли я экзаменовать их при встрече этих самозванных артистах как они себя называют до певицы актрис могут ли они от всего сердца искренне захохотать так чтобы захохотали все вокруг не от ужаса и испуга от того что хотят присоединиться к этой радости смогут ли они заплакать так что заплачет вокруг все вспомнив свои личные горести смогут нет сделать искренне да конечно я не буду это делать потому что они не смогут ну потому что они они знают как это делается б нету там искренности там деньги ну и не буду я этим заниматься понимаете к чему я веду это как будто бы переливание из пустого в порожнее нет смысла в этих разговорах они риторические они ни к чему не приводят если глубже копнуть то они приводят в итоге к рассуждениям а зачем нам такие снобы народные артисты понимаете а когда я послушала одну из передач как-то давно это довольно было по моему пару может быть лет назад где долина встречалась с молодежью в какой-то студии где задают вопросы ребята школьники и подростки и это должен честно ответить быстро есть задали вопрос простой в общем-то аж как вы себя чувствуете когда вас останавливают гибдд что вы говорите как они на вас реагируют нормальный вопрос до подростка она сказала то что меня просто совершенно вышибло и я после этого выключила передачу и не захотела дальше и и смотреть хотя артистка мне очень нравится и замечательный голос и я восхищаюсь ей но меня тогда это просто подкосило как мамы как педагога который часто занимается она сказала я думаю многие знают этот ответ она сказала а у меня есть удостоверение которые мне выдали в специальных органах меня никто не имеет права знаете мы что хотим то и делаем на дороге и вообще не сижу за рулем я езжу с водителем так что нас никто не имеет права останавливать это пример видимо что она хотела доказать зачем этот снобизм почему в этот момент не включилась мама и бабушка в ней почему нужно было такое говорить детям и они аж как-то знаете даже так а торопили но они не привыкли к такому понимаете но это все равно что а что вы будете делать если вас поймают я вот там-то их прячем у меня вообще никаких проблем не это я каждый день их потребляю никто об этом не знает ну понимаете да то есть нельзя такие вещи говорить детям даже если у тебя есть это удостоверение ну скажи так чтобы было понятно что хоть у меня и есть это удостоверение мы стараемся не нарушать правила и не не особенно этим бравируем что и вам советую ну пожалуйста но будьте мамами но нет и вот какая-то знаете такая катавасия в последнее время с этим тиктоком и с этими людьми которые много зарабатывают там и с одной стороны им завидуют с другой стороны они раздражают с третьей стороны они пытаются заменить всех народных артистов своим совершенно бесталанным пребыванием на сцене что ужасно в четвертых их все принимают потому что они платят хорошие деньги понимаете потому что они создают рейтинг и вот это двуличие такое то есть с одной стороны мне противно и неинтересно и я понимаю что это ужасно это без бездарно и это глупо с другой стороны пугачёва идет на день рождения ковлеева и горит а мне просто очень нравится эта девочка такая классная девчонка какая она там классная на нее на один вопрос вообще ответить не может ничего не делает кроме того что раздевается в тик токе все понимаете и рассказывает о длине члена ну о важности ну вот вот что что происходит с людьми сейчас это не возмущает нет не редко вообще что возмущает наверное мне грустно на это на все смотреть и я вижу лицемерие во всем и в данном случае даже честнее вот эти самые странные бездарные дети тик токеры которые на волне зарабатывают больше денег они честно говорят да я дура я вообще ничего не знаю и мне начхать и мне хрен по деревне что вы там меня спрашивать понимаете то есть вот и вот непонятно кого в данном случае жалеть и чью сторону принимать я так не чью сторону и не принимаю остаюсь при своем собственном мнении что да каждый должен заниматься своими делами но драться и доказывать это и петь в дальнейшем песни пародируя кого-то или доказывая что вот вы неправильно поете а я правильно пою а вы вообще дурочки все что сделала долина это была новая песня записанная с каким-то там рэпером модным чтобы доказать что она в струе в русле правильном молодежной что вот так надо петь они так ну что но зачем это все равно они будут ходить к своим мальчиком и девочкам на концерт и нести последний день потому что им там ближе потому что им не нужен никакой вокал им не нужны они талантов им нужно просто пример для подражания это незрелые умы что мы от них хотим это не самые умные мальчики и девочки я говорю сейчас это не в качестве сноба я говорю это понимаю что так и есть но они вырастут многие подкорка ты сформируется главного мозга и выводы будут сделаны а пока им хорошо хорошо вот с этими людьми с этой идеей что можно вырасти ничего не делать не не учиться в школе а просто сделать тик ток показать свою попу грудь и все и заработать миллионы но им так кажется что это все реально их это веселит поддерживает и вдохновляет хорошо это нет буду ли я по поводу этого истерить и делать какие-то официальные заявления опять же нет потому что так было всегда и так всегда будет до высказала свое мнение напишите пожалуйста что вы по поводу этого думаете ну а мы с вами продолжаем наш влог такая глупая симпатичность невозможно целый день могут играть со шнурком целый день счастья саймон ну что ты как-то вяло очень ищешь воду ну а чем ты еще занимаешься вот с этой рогатиной явно ищешь воду да ну вода то стоит у вас в мисках что же ты ее до сих пор найти не можешь пять мисок по всей квартире и ты все в поисках так и спят с этим шнурочком представляется это не играют с ним целый день вот потом спят с ним в обнимку по очереди и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok